Каждым шагом американского министра энергетики журналисты сейчас внимательно следят. Рик Перри возглавлял делегацию США на инаугурации президента Зеленского. Выясняется, что тогда в Киеве, кроме публичных поздравлений, у них была закрытая встреча. Человек из Вашингтона настоятельно рекомендовал новому президенту обновить руководство «Нафтогаза». Ряд бизнесменов и спонсоров республиканской партии использовали связи с Джулианией Трампом, пытаясь сменить руководство украинской государственной нефтяной компании. Они планировали направить выгодные контракты компаниям, принадлежащим союзникам Трампа. Перри якобы требовал от Зеленского расширения наблюдательного совета компании, чтобы побольше американцев в нее входило. По мнению министра энергетики США, американцы принесли бы Украине избавление, естественно, от России. Сократили бы зависимость Киева от поставок российского газа. Предложили бы свой, баснословно дорогой, сжиженный. Есть информация, что именно Перри надоумил Трампа звонить Зеленскому. Президент якобы жаловался на министра энергетики однопартийцам, подвел его под импичмент. Я не раз обращался к президенту со словами, господин президент, как интересам США, так и Украины, отвечал ибо общение лидеров двух этих государств. Чем закончился тот телефонный разговор, известно. Уже второй сотрудник разведки готов написать жалобу. Уверяет, у него информация из первых рук. Правда, оба жалобщика, не только сотрудники разведки, они еще и члены демократической партии. Не удивительно, что республиканцы сетуют на предвзятость расследования. Я просто хочу знать правду. Американцы хотят правды. Значит, вы не верите ни ФБР, ни ЦРУ? Нет, не верю. Администрация Трампа неохотно сотрудничает с Конгрессом в расследовании. Госсекретарь США по повестке должен, как минимум, представить на Капитолийский холм документы по разговору Трампа с Зеленским. Но бумаг до сих пор нет. Президент обвиняет конгрессменов. Дело против него шито белыми нитками. Нэнси Пелоси знала обо всей лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шиф в отношении Конгресса и американского народа. Пелоси, так же как Шиф, виновна в особо тяжких преступлениях и даже в госизмене. Я думаю, что им и тем, кто злобно вступал с ними в сговор, должен немедленно быть объявлен импичмент. Трамп за последнее время написал рекордное количество твитов. Так, по-своему, отбивается от атак. Бывший член президентской команды Барбара Ресс, которая хорошо знает хозяина Белого дома, уверена, что он не будет ждать импичмента. Он многое делает, пытаясь сохранить лицо. Не знаю, хочет ли он, чтобы ему устроили импичмент. Я думаю, что он в панике от мысли об этом. Инстинкт подсказывает мне, что он сам уйдет в отставку. Вот еще и Федеральный суд в Нью-Йорке сегодня разрешил прокурорам затребовать налоговые декларации Трампа за последние 8 лет. Их публикация может пролить свет на некоторые его сделки в бытность бизнесменам. Если в них найдут серые схемы, Трампу будет грозить не только импичмент, но и уголовное преследование, чего еще не было ни с одним американским президентом. Денис Дмитрий.